Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Джованни Батиста Пиранези. Выдающийся художник, гравюр, мастер афорта в редком жанре фантастических архитектурных пейзажей, исследователь и коллекционер римских древностей, издатель эстампов, единственный в своем роде художник, составивший полную картину античных памятников, обнаруженных в его время и творивших собственный фантастический мир архитектуры. Оказал значительное влияние на последующее поколение художников неоклассицизма, позднее на романтиков и даже на сюрреалистов. Создал большое количество рисунков чертежей, но за свою жизнь построил только одно здание – церковь Санта-Мария-дель-Приората Мальтийского ордена. Оформил площадь пиаце-кавалерии Димальт. Поэтому с его именем связывают понятие бумажная архитектура. Родился в семье Анжелы и Лауре Лукези, крещён в Венеции в церкви Сан-Моизея. Его отец – резчик по камню и мастер-строитель, и брат матери – архитектор Матео Лукези. Направил его изучать архитектуру к Джованни Скальфоратто вместе с Томмазо Тамансо. В 1640 году приехал в Рим, работал в качестве чертежника для Марка Фаскарини, иницианского посла при Папе Бенедикте XIV. Проживал в Палации Венеция, обучался в мастерской выдающегося гравюра ведутиста Джузеппе Вази, который познакомил его с искусством гравюра на металле и архитектурными памятниками города Рима. Сотрудничал с учениками Французской академии в Риме. Многое подчеркнул у знатока римских древностей Клирисо. Жил в основном в Венеции, где в числе прочего работал вместе с Джованни Батистом Теппелло, ведущим художником Венеции того времени. Затем вернулся в Рим, где открыл собственную мастерскую. В последующие 25 лет до своей смерти Пиранези жил в Риме. Создал огромное количество афортов, изображающих в основном архитектурные и археологические находки, связанные с древним Римом и виды знаменитых мест того же Рима. Производительность Пиранези, как и его мастерство, непостижимы. Он задумывает и выполняет многотомные издания афортов под общим названием «Римские древности», содержащие изображения архитектурных памятников древнего Рима. Колонн, древние здания, скульптурных фрагментов, саркофагов, каменных ваз, канделябров и т.д. Получив навыки в перспективном изображении архитектуры, Пиранези соединил их с традиционной для венецианской школы красочностью, экспрессией и притворил их своеобразным живописным с эффектами светотени стиле штрихового портрета. Его первой большой работой в Риме была серия афортов «Первая часть архитектурных набросков и перспектив», придуманных и награвированных Джованни Батиста Пиранези венецианским архитектором. Пиранези занялся архитектурными обмерами многих древних зданий. Это привело к публикации гравюр римской древности во имен Первой республики и первых императоров. В 1761 году стал членом Академии Святого Луки и открыл сорсную афортную мастерскую. В 1162 была напечатана серия афортов «Марсово поля» античного Рима. В 1767 стал рыцарем папского ордена «Золотой шпоры». При этом он никогда не забывал добавлять титул «Венецианский архитектор» или «Изобрел и вырезал в Пиранезе архитектор в Риме». В 1776 Пиранези представил вазу Пиранези, созданную из античных обломков и скультурных фрагментов, найденных им в 1769 году в руинах виллы Адриана в Тиволе собственными дополнениями на античную тему. В 1826 году ваза Пиранези была приобретена для царского села. С 1850 года находится в Петербургском Эрмитаже. Я зачитываю Википедию. В течение всей жизни работал над серией гравюр «Виды Рима». Это очень большие листы, в среднем около 40 см в высоту и 60-70 в ширину, которые сохранили для нас облик Рима в 18 веке. На гравирух Пиранези видно, как на римском форуме пасутся коровы, а обломки триумфальных арок заросли кустарников. В руинах притаились разбойники, а немногие чудаки-любители древности бродят среди развалин. Новая жизнь прорастает из старой. Интерес к античному миру проявился в занятиях художника археологии. Пиранези стал почетным членом общества антикваров Лондона. За год до смерти исследовал древнегреческие храмы, в то время почти неизвестные. Выпустил серию о фортов-руины построек Пестума. Умер в Риме в 1778 году. После продолжительной болезни был похоронен в церкви Санта-Мария-дель-Приората, которую самый спроектировал. Его скульптурное надгробие создал Джузеппе Анджелини. Последние десятилетия известность и слава Пиранези росли с каждым годом. Издавались все новые монографии и альбомы с репродукциями величественных каравюр. С 2000 года на гармонических копиях тиражом печатали Фоксимили Афортов, выдающихся мастера. Лучшие музеи мира устраивают выставки его работ. Пиранези, вероятно, самый знаменитый художник, который приобрел такую известность лишь графикой, в отличие от других великих гравюров, которые были, кроме того, великими живописцами. Искусство Пиранези внесло весомый вклад одновременно в формирование екатеринского классицизма второй половины 18 века. Императрица Екатерина II в огромном количестве заказывала во Франции книги и гравюры по архитектуре, в том числе альбомы, афорты Пиранези. Удивительной личности Пиранези посвятил одну из новелл в сборнике философских эссе «Русские ночи», писатель-романтик, один из организаторов общества Любомудров, Адоевский. Вот так вкратце из Википедии о выдающемся художнике-гравюре-мастере Афорта Джованни Батиста Пиранези. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok